Вы знали, что Томас Андерсон по разным документам имеет две разные даты рождения? Ну да ладно, это более-менее известный факт. А вот, к примеру, нам показывали, какой номер двери был у Нео и Тринити в первой части. Но знаете ли вы, какой номер был у двери Морфеуса? А какой персонаж объединяет Клуб Ад и мультфильм Домашний Козёл 2? Или что общего между Мировингеном и Чоей, так звали вот этого парня, который пришёл к Нео за дискетой? Или, к примеру, узнали ли вы о том, что на предательство Сайфера указывалось уже, когда Нео только попал на корабль и впервые познакомился с ним? Или какая связь этой барышни с Белым Кроликом и Ливанской газетой, в которой сообщалось о Морфеусе? Какое отношение имеет фильм Матрица к акциям компании Нокия? Или, может быть, вы видели сцену, где одновременно было три женщины в красном? Или что реально не так с солнцезащитными очками некоторых героев фильма? Почему основной цвет Матрицы зелёный? И какое отношение он имеет к рассказу о волшебнике из Узумрудного города? Конечно, наверняка многие из вас, кто интересовался ранее скрытыми посланиями в Матрице, уже знают, к примеру, о странном совпадении даты окончания паспорта Томаса Андерсона и атаки на башни-близнецы в США. Но знаете ли вы, какая связь между первой частью фильма и сбитым американским истребителем в Югославии? И самое главное, при чём тут вообще мужская нога в зелёных шортах? Не знали? Нет, я так и знал. Но всегда лучше спросить, правда? В общем, ранее озвучена лишь малая часть того, что ждёт вас при просмотре этого видео. Так что добро пожаловать в ресторан Француза. Сегодня для вас все блюда за счёт заведения. И вы увидите более 300 слайдов, более 500 ссылок, пасхалок, всевозможных скрытых смыслов и прочего из первых трёх Матриц. И в особенности из первой. А на разборе четвёртой я предоставлю вам некоторые общие выводы относительно всей этой вселенной. В основной части этого видео не будет никаких поехавших теорий, сект свидетелей Зиона и прочего. Этого в интернете и так валом. Только реальные кадры из фильма. Тайм-коды к этому видео разделены на все 4 фильма для более удобной навигации. Но прежде чем мы перейдём к основным блюдам и узнаем, насколько глубока кроличья нора, я вам настоятельно рекомендую ознакомиться с меню. А точнее, следующей после этой частью ролика, которая называется «Как смотреть это видео», чтобы вы понимали, в чём заключается основная суть предложенной информации. И что самое главное, как нужно смотреть данный выпуск. Потому что к правильному пониманию этого материала нужна небольшая инструкция, чтобы у вас не возникло лишних вопросов. Итак, прежде всего скажу, что основной упор всевозможных отсылок в этом видео будет сделан именно на первую часть Матрицы. Так как именно первый фильм, думаю, не только по моему мнению, крайне сильно отличается от остальных. Он отличается и в проработке сценария, и в уровне повествования, и, как следствие в нашем случае, в количестве и качестве отсылок, скрытых смыслов и прочем. Первая часть – это полностью законченное, по сути, произведение, с полностью выверенным концептом, и эта невероятная скульпулёзность, с которой она была создана, как бы хочешь не хочешь, рождает в своей голове вполне себе логичный вопрос. А какое реальное отношение имели два сестра-брата к созданию всего творения? Вот если посмотреть на следующие фильмы, и особенно на четвёртую часть, то действительно особых сомнений относительно роли их участия не возникает. Но смотря первую, и наблюдая всю её невероятную детальность во всех смыслах, уж извините, ставит авторство двух на тот момент 30-летних товарищей под некоторое сомнение, особенно учитывая их предыдущую фильмографию, и фильмографию официально указанных других людей в титрах, которые помогали им в создании сего творения. Все слайды, которые вы увидите в ролике, будут идти не по убыванию или нарастанию их возможной значимости, а согласно хронометражу фильмов, за очень редким исключением. Так что смотрите внимательно, чтобы не пропустить наиболее жирные, так сказать, кадры и отсылки в них. Также очень вероятно, что помимо этого ролика, вы сможете узнать интересную информацию и в комментариях зрителей к нему. Поэтому в понимании некоторых кадров, правильного перевода с английского, каких-то аббревиатур и прочего, указания возможных неточностей, ошибок видео или слайдов, которые я не смог разобрать, вы, возможно, найдёте в комментариях. Также для вашего удобства, прежде чем писать или указывать на ту или иную возможную ошибку, неточность или дополнение к тому или иному слайду, посмотрите хотя бы максимально залайканные комментарии, не указал ли на то, что вы хотели, кто-то до вас. Так как вполне вероятно, что я могу допустить какую-то грубую ошибку, которую не заметил при создании видео. В общем, если найдёте таковой, лучше напишите комментарий под ним и поставьте ему лайк, чтобы не создавать одинаковых постов, а остальным зрителям было удобнее ориентироваться. Специально для этого я пронумеровал все кадры в ролике, поэтому, пожалуйста, если будете писать какие-то дополнения, исправления и так далее, пишите в начале комментария слайд номер такой-то и далее уже текст. Также относительно разбора первой части. Тут в некотором смысле действует принцип «лучше перекланяться, чем не докланяться». Возможно, какие-то слайды или подсчёты покажутся вам бессмысленными или не совсем понятными. Однако есть вероятность, что кто-то увидит прямую взаимосвязь или закономерность с тем, с чем я или вы не увидели. И поэтому пусть всевозможных замечаний, названий, цифр и прочего будет столько, сколько есть. Ведь, знаете, исключая какую-то паранойю, нельзя просто взять и отбросить некоторые уже многим известные факты со счетов, умоляя тем самым возможное их нахождение там, где раньше их никто не замечал. К примеру, вот этот всем известный и крайне мимолетный кадр с датой окончания паспорта Нео, который просто невозможно рассмотреть в кинотеатре или смотря фильм первый раз, так как элементарно на это не хватит времени. Но согласитесь, выбрать из всех дат 9.11, да ещё и с годом угадать, это просто невероятно с точки зрения хоть какой-то дули вероятности, уж простите за тавтологию. Но ведь создатели фильма поместили этот кадр в фильм. Им можно что угодно говорить, но башенок больше нет. Ну и перед тем, как мы уже наконец-то перейдём к сути повествования, хотелось бы сказать, что если вам понравится выпуск и вы бы хотели видеть подобные разборы на другие картины, то не забудьте об этом написать в комментах. И, конечно, поставить ваш лукозавр под этим видео, чтобы оно не оказалось на дне ютубовской норы. Так как, поверьте, сил, времени и, как ни странно, здоровья на создание данного видеоматериала была потрачена просто масса. Случился даже один, прямо-таки сказать, реальный матричный глюк при создании ролика, но об этом я расскажу в конце видео. И помните, что это не я заморочился с роликом. Это создатели фильма заморочились, создавая его. Зачем они это сделали и для чего им нужна была такая дотошность, я не знаю. Но давайте уже начинать погружаться. Поехали. Первый слайд. Вот такой набор цифр получается в итоге. 303. Это номер двери, где находится Тринити. Это номер телефона на счетах компании. На четвертом слайде мы видим городской отель «Сердце города». Кстати, на окнах такой же узор, как мы видели в клубе у Мировингена. Всего на вывеске горит 15 рабочих ламп. В пятом слайде мы видим номера машин. Кстати, что интересно, номер машины агентов, если вбить в поисковик, выдает вот такую интересную штуку. Сверло по бетону «Матрикс» 708-58. Больше, кстати, ничего не выдает по этому номеру. Ну и, кстати, по общему внутреннему состоянию отеля «Сердце города» можно сказать, что он уже практически мертв. Все развалено, окна заколочены, мусор, грязь и так далее. Ну вот это интересный кадр. Распальцовка у Тринити, так сказать. Ракурс камеры меняется, и мы видим всем знакомый жест, который, думаю, в пояснении не нуждается. Мы его также будем лицезреть еще и в будущем. В седьмом кадре мы видим Нео. Восьмой какой-то непонятный символ, похож на какую-то букву. Возможно, те, кто в курсе, узнают его без проблем. Номер дома 17. Кстати, за Тринити пришло вначале четверо полицейских, которых она убила. Затем три агента и еще пять копов. Итого 12 человек. А вот и цена в отеле за номера. 25 за двойной и 15 долларов за одиночный. На двенадцатом слайде мы опять же видим номер телефона. Оружие Desert Eagle, которым пользуются агенты. И количество лампочек 26. Вот одна из них как будто не относится к счету. И сзади на фоне мы видим надпись KDF. По-моему, это какая-то компания. Могу ошибаться. Ну, здесь мы видим прямо такую жирную отсылку к часам. Долгий фокус на этот кадр. И судя по тому, что это ночное время суток, то время вроде как должно быть 02.59. И вот в следующем кадре мы видим надпись. Это сразу следующий кадр, который идет после этого. Мы видим надпись вон там в углу. Написано NO.PM. То есть как раз таки отсылает на то, что время 02.59. На пятнадцатом слайде 11 ламп на грузовике и символы на телефоне. После того, как он вредился в будку, ламп осталось 10. И вот так он отражается в телевизоре, который был той в комнате. Странное вообще отражение. Но это, как говорится, так до кучи. Справа, собственно, символы на телефонной будке вместо кнопок. Вообще, согласитесь, странно было бы увидеть такие на обычной телефонной будке. Уловимый буквально на долю секунды в прямом смысле кадр, то ли из брошюры, то ли из книжки в телефонной будке. Однако фокус намеренно улавливает именно ее в этот момент. Собственно, надписи можете сами прочесть. Перевод примерно такой. Все твои самые смелые мечты в одном теле. И пусть ваши тайные желания сбудутся. Надпись на покрышке грузовика. Очередной плакат из телефонной будки. Видимо, это реклама или афиша. Видно полного мужчину в костюме. И что-то напоминающее треугольник на уровне его ног. Отверстие в трубке. Ноль в начале. Также отверстие, которое проделали Морфеус и компания, когда убегали от копов. Следующим кадром подробнее ее разберем. По сути, это и есть аллегорично та самая кроличья нора. Немного не в хрометраж, но дабы не отходить от темы. Итак, мы видим, собственно, дыра. То есть нора в какие-то флэшбеки прямо пойдут. Кажется, я где-то это слышал там уже. Так, если я что-нибудь в чем-нибудь понимаю, то дыра – это нора. Ага. А нора – это кролик. Ага. А кролик – это подходящая компания. Так вот, дыра-нора находится в ванной комнате с так называемым масонским полом в клеточку. Что интересно, сейчас догадки пойдут. Находится между двумя предметами – туалетой и раковиной. Одно выше другого. Помните Алису? Съешь кусочек – уменьшишься. Съешь – увеличишься. Но это, само собой, просто так мыслимые. Также мы видим целое неразбитое зеркало. Вот вам, по сути, выход в некотором смысле за зеркало. То есть за зеркали. Причем важно, что в какой-то момент они начали именно падать в эту нору, как Алиса. То есть буквально провалились в кроличью нору. Кстати, в кадре, где Морфеус дерется с агентом, зеркала над раковиной уже нет. Это вот этот самый крайний правый кадр в рамке. Вспомнил, кстати, что в фильме «Брат» иностранцы спрашивали у Кэт, как пройти в клуб Нора. Нора! Нора! Эй, ребятки, ребятки! Видимо, туда потом Данилу Кэт и повела, где он, так скажем, провалился в наркотический угар. Но это так, в качестве дополнения. Комната Нео, новости на компьютере. Упоминается аэропорт Хитроу, в котором скрылся Морфеус. 20 апреля 1984 года в багажном отделении терминала второго аэропорта Хитроу взорвалась бомба в 7.55 вечера, когда в багажном отделении находилось 60 человек. Далее цифры идут уже более интересно. Минометная атака в 1994 году на аэропорт Хитроу были серией самодельных минометных атак, осуществленных Всемирной Ирландской Республиканской Армией. Но, во всяком случае, такие новости есть в интернете. За пятидневный период, трижды 9, 11 и 13 марта Ира обстреливала аэропорт Хитроу, выпустив всего 12 минометных мин. Также напомню, что это новости ливанской газеты Анна Хар, что переводится как День. Далее, также буквально на мгновение, прямо в прямом смысле на мгновение, мы видим вот такую надпись F-117A. Есть такой самолет. Но это еще не все. Есть один очень интересный инцидент с данным аппаратом. Крушение барбардировщика F-117 под, надеюсь, правильно сейчас произнесу название, под буджановцами или буджановцами, извините, не знаю, как правильно говорить, произошедшее 27 марта 1999 года, близ сербской деревни, с одноименным названием, недалеко от города Рума. 27 марта 1999 года. Как вам такое вообще? Напомню, что премьера Матрицы состоялась 31 марта того же года. То есть буквально через 3 дня после происшествия. Считается, что это первая и единственная официально подтвержденная потеря самолета F-117 американскими войсками за время войны против Югославии. Также написан выпуск газеты. Я так понял, 32-й, номер 69. Может написано не Волум, а что-то другое, не знаю. Отчет на магнитофоне Нео проходит 3 секунды. 16, 17 и 18. В этом кадре мы видим две зеркально расположенные друг другу надписи желтого и белого цвета, на которых, собственно, написано Неос. То есть, если я правильно понял, это Нео во множественном числе. На что и помимо самой этой надписи намекают, что их две. Журнал с названием Holiday, то есть праздники. Нео приходит сообщение, что он ввяз в Матрице, и надо идти за белым кроликом, и он жмёт сочетание клавиш Ctrl-X. Потом он жмёт на Escape. Ctrl-X в Windows и это вырезать. Может, у него как-то не так это работало, но странные всё равно клавиши для Коухацкера. Кстати, тот чел, который к нему пришёл, представился как Чо-И. Это распространённая корейская фамилия, хотя на корейцу он как-то не очень похож. Номер двери Нео-101. Это, возможно, отсылка к антиутопии Орвелла, 1984, комната 101 в романе, представляет собой камеру пыток, находящейся в Министерстве Любви. Хотя тут очень много, что на самом деле эти цифры могут означать, так как в определённом подсчёте нумерологии, так сказать, ноль является как бы пробелом, то есть он вообще не считается. То есть это может быть Е11, Е2 и так далее. Думаю, многие знакомы книга «Симулякры и симуляция» философский трактак Жана Бодрияра, написанная в 1981 году. В этом трактате он исследует взаимосвязь между реальностью, символами и обществом. Глава, в которую Нео кладёт деньги – нигилизм, ну как, не знаю, как насмешка, что ли. Так как нигилизм, если мне память не изменяет, отрицает общественные ценности. Именно там лежат деньги и информация. Дискеты с номерами. Ноль семьдесят девять, пятьдесят девять, пятьдесят четыре. Нео берёт номер ноль шестьдесят семь. Собственно, мы тут видим компанию с шести человек. Давайте остановимся на барышне, которую зовут Дужур. Вообще-то имя, как ни странно, напоминает французский. Дужу по-французски – это всегда. А в фильме уже был один любитель французского, да? Но об этом чуть позже. На что интересно, слово «жоу» переводится с сан-французского как «день». И если совместить их имена, то полуются «чоикс-дужур». Но имеется в виду имена вот этого рыжего и «дужур». «Чоикс-дужур» переводится как «выбор дня». Ну и теперь вспомните, как называлась та самая ливанская газета. Причем, что интересно, мы опять же, как и в случае с часами, наблюдаем подобное совпадение практически на следующем кадре. У человека слева татуировка. Не сильно понятная правда. То ли дракон, то ли змея и подвеска какая-то. Ну какие-то если мысли есть, пишите в комментарии. Название клуба R&R, куда они зовут Нео. Как ни странно, подобное заведение есть вместе под названием Уолфорд. Это вымышленный район Лондона. Сразу же вспоминаем аэропорт Лондона из предыдущих кадров. И вот в этом вымышленном районе есть такой же вымышленный ночной клуб. Ну и также это аббревиатура рок-н-ролла. Есть еще военная аббревиатура, которая переводится как «отдых и восстановление». Собственно, чо из волны в клуб именно расслабиться. Теперь давайте перейдем к нашим интересным парочкам. Так вот они, знаете, похожи друг на друга просто как две капли воды. Что один, что другой клуб явно относятся к BDSM тематике. Мировинген главный в своем, а чо и как мы видим кто-то подносит зажигалку, и он так же сидит, как будто он тут самый главный. Посмотрите на прически. Одинаковую то и другую барышня. Даже внешне они похожи. Но только как будто первая парочка моложе. Помните, как Персифона говорил о французе в молодости? Вот возможно это именно та проекция. И самое главное, самое, чо и пришел к Нео зачем? За информацией. А кем был француз? Правильно, торговцем информации. Можно вообще сделать теорию, что вся эта матричная тема, это реальные глюки в голове Нео, ну типа как ты спишь, и вот ему представляется этот чо с этой девахой, как француз и Персифона. Но это так, отступление небольшое. К клубу француза мы еще дойдем. Ну и две оливки, которые съедает француз, как намек на два глаза пифии. Ну еще момент. Странное название клуба не находите? У Мировингена он называется Ад. А место, где снимали сцену в первой части, это клуб, который называется Hellfire. То есть Адское пламя, который находится в Сиднее. Ну в общем, как мне кажется, взаимосвязь между этими четырьмя персонажами, на мой взгляд, ну слишком очевидна. Нео разговаривает с Тринити. Это доска, на которой много чего написано, я увеличивал. Может кто-то из вас увидит что-то интересное. И также еле заметная надпись позади Нео на стене. Если перевести, то похоже на словосочетание Боусфилд, то есть поле мальчиков. Время 9.18. Тоже такие интересные отзеркаленные как бы числа. И знаете, что интересно? Ладно, он проснулся после того, как агент к нему возьмал жучка, помните? Но вспомните в этом кадре, как происходит. Он разговаривает с Тринити и в сцене, пока они еще разговаривают, он слышит будильник. И действительно тут возникает вопрос, а не слиться ли это все Нео? Вот такой вот просто сон. Это, помните, такой достаточно частый переход из одной сцены в другом. Но обычно во сне происходит именно так, как будто если ты слышишь какой-то посторонний звук, то сначала ты слышишь его во сне, и потом уже он плавно выводит как бы тебя из этой реальности. Кто-то говорит, что 9.18 – это день рождения жены Энди Вачовски. Ну, я точно не знаю. Вообще, справочник с датированием 1986 года. Странно как-то, согласитесь? Далее посередине это находится в рамке в кабинете начальника. Эмблема с крестом. Вполне читаема, а вот фамилия нет. Крайний левый кадр – это типа отсылка к коду матрицы, когда Нео смотрит, как чистят окно, и вода стекает с него подобно коду. Эмблема на мониторе Нео, не знаю, может она относится к модели монитора, может быть нет. А слева – это уже после звонка Морфеуса, когда за Нео пришли 9 человек. Три агента, 6 копов. Собственно, вот этот символ, судя по всему, возможно, это лого корпорации, где работает Нео. Сзади еле-еле виднеется что-то похожее на силуэт пирамиды. Но грани, по-моему, видны. Вот это все фотографии в комнате, куда зашел Нео, когда убегал от агентов. Заметьте, кстати, что название компании в коридоре – это самый верхний кадр. В общем, точнее, последняя буква символична с двумя крестами, и мы как бы получаем некое двойственное значение, где последней буквой может быть «Х», которая была показана на здании. И также это название компании может быть прочитано как «Тэч», то есть «Технология». И вот принято считать, что название именно «Кортекс» по вывеске на здание. Но если вы посмотрите на самый крайний правый слайд, то вы увидите, что название компании написано как «Кортэчс», а не «Кортекс». Название состоит из двух слов «Мета», что значит «Идти за пределы». И если «Кортекс» – это внешний слой, граница мозга, и вместе с этим это обозначает как бы переходить границы разума. Так вот, если мы возьмем слово «Тэчс», то написано, как бы, понимаете, уже что-то вроде как «Сверхпредельные технологии», грубо говоря. Но учитывая, что компания, в которой работал Нео, занималась именно ими, то, в принципе, звучит это вполне логично. Вот это странный кадр. Человека ведут под руки в машину, а толпа смотрит на время, как будто этого вообще не происходит. Ну, типа, прикиньте сами, кого-то ведут, заламывая руки в машину, а люди просто стоят и смотрят на время. Причем, почему их сразу так заинтересовало, сколько сейчас времени? Посмотрите, там ни один, ни два человека, по-моему, смотрят на то, сколько времени. Ну и, собственно, также мы видим женщину в красном. Вот этот кадр слева – это все та же женщина в красном, которую мы видели в предыдущий кадр. Также мы видим красную машину, и на следующем кадре опять красную машину, где Нео уже усаживают. Следующий кадр – это вот этот, посередине которой. Ну вот следующий кадр, и мы видим еще одну женщину в красном, которая идет навстречу другой женщине в красном. Справа в нижнем углу, рядом с цифрой 40, вы можете увидеть, как их руки буквально чуть ли не касаются друг друга. Ну вот буквально следующий кадр, где Тринити оглядывается назад, и откуда-то взялась еще одна женщина в красном. Та самая блондинка. Может быть, конечно, монтаж туда-сюда, но сам факт – на прошлых кадрах ее не было. И вот она оказывается спереди, той второй женщины в красном. И вот эта женщина, блондинка, это не та женщина из предыдущей сцены, потому что по хронометру фильма она уже ушла далеко вперед, и оказаться впереди этой барышни не могла. Ну я, конечно, склоняюсь к тому, что это монтаж, но все-таки, как мне кажется, замечание интересное. Всего на кадре показано 15 мониторов, такие же, через которые смотрел архитектор в третьей части. В руках у агента папка номер 1, ну, сами понимаете, уже Neo, One и так далее. На 44-м кадре, вероятно, полный номер досья Neo, но это не точно, так как этот же номер, точнее его часть, мы видели в мониторе у Тринити, когда за ней пришли первый раз. А вот здесь вы видите имя отца и девичье имя матери. Это имя вроде как принадлежит художественному руководителю картины, и ниже школа, в которой он учился, тоже отсылает кому-то из участников съемочной группы. Что более важно, обратите на дату его рождения. 11 марта 1962 года. Ну, тут, я думаю, комментарии излишни. Ну, лично я в такие совпадения не верю. Дата в паспорте совпадает с терактом 11 сентября. Но вот с датой рождения уже вышла какая-то накладочка, потому что она явно отличается от той, что в досье. Здесь мы видим 13 сентября 1971 года. Ну и как бы вообще, учитывая, что это был 99-й год, как бы более совпадает дата. То есть на, если брать 62-й, то ему должно было быть уже 37 лет. Фотографии, видимо, к маленькому Нео каким-то мужчиной, вероятно, отцом. Пусть будет, вдруг кто-то знает, кто это за мужчина, может быть, как-то всплывет. Эти числа на комоде Нео так каталогизируют архивы. Вот это место под мостом, где Нео ждет машину. Также вы видите льющуюся воду, но все подобно тому же матричному коду. Справа от него надпись Is Here. Это здесь. И также есть дорожный знак Стоп. И нам и СВБ. По нам я нашел, что это компьютерная игра 1998 года, повествующая о войне во Вьетнаме. Кстати, вьетнамские отсылки тут еще будут чуть далее. Номер 49. Вот тут очень тоже много всего. Банк ошибается, надпись на стене позади Нео. То есть, если смотреть в хронометраже эту сцену, то увидите, как выводится именно эта надпись. Слева вверху в красной рамке нет поворота направо. Дорожный знак. Здесь его может не совсем видно, но в динамике, когда сцена происходит, там можно разглядеть, что это именно знак обозначает именно это. АА 034 это номер машины Тринити. Ну и вообще, на который они постоянно передвигались. Здание, куда привезли Нео. Если оно реально существует, не удивлюсь, если там находится какая-нибудь ложа или что-то типа того. Молния, кстати, отождествляется с сатаной. Я видел сатану, спавшего с неба, как молнию. Это цитата из Библии. Есть у меня ролик про Буратино, там подробно освещен этот момент, кому интересно. По комиксам это здание, кстати, Лафайет. Так называемый масонский пол, его в фильме просто валом и так называемое восхождение Нео по ступеням. И, кстати, по 10 штук в пролете. Вот это атрибуты перед дверью Морфеуса. Где-то впереди интересный такой символ, красная мантия, как будто сидящая фигура, но без головы. Ангел на шаре и, по-моему, это компьютер стоит, и там нечто похожее на обозначение процента, скажем. Зеркальные очки Морфеуса. Если мне не изменяет память, зеркальных очков больше не было ни у кого. Но важно не это. Видите, сейчас в них отображается сцена, которая и идет по фильму. Нео, стол и стакан. Ничего такого в этом кадре нет, я просто сделал для дальнейших фрагментов, потому что в его очках отражается далеко не всегда то, что происходит по фильму. И более того, на этом отражении часто делается акцент крупным кадром, но до этого мы еще дойдем. Также в комнате Морфея есть разбитое зеркало. Время на часах нечитаемо. И видно одну стрелку, если не ошибаюсь, она стоит на цифре 8. Интересно, кстати, что чуть далее Сайфер будет произносить фразу из волшебника изумрудного города. Он говорит, пристегни ремень Дороти и попрощайся с Канзасом. Совсем забыл рассказать вам о Гудвине из волшебника страны Оз. Помните, по книге Гудвин оказался не волшебником, а мошенником. Он надел живущему в городе зеленые, обратите внимание на цвет, зеленые очки. Зеленый цвет во многих трактовках это именно цвет иллюзии. И в общем, горожане думали, что живут в изумрудном городе. Но на деле, конечно, никакого изумрудного города никогда не существовало. Просто они его таким видели. Но здесь мы видим надпись хрупкий. В момент, когда Нео, так сказать, поглотила матрица, цифры остановились на мониторе. Если их сложить и потом плюсовать, получится цифра 1. 18 полос на мониторе, как мне кажется, такая, знаете, явная отсылка к штрих-коду. Сами посмотрите на стилизацию. Ну, собственно говоря, очищение водой после камеры и дальнейшее его окунание с головой явная отсылка к решению. И далее Нео как бы изображен как распятый. Количество отверстий в теле вообще всего, я вроде правильно посчитал, всего их 27 штук. 10 на позвоночнике, 2 почки, затылок, 6 руки, по 2 на ногах, 5 в животе. Название корабля Морфеуса Новохудоносора, царствующий по официальным данным с 605 по 562 года до нашей эры. По некоторым данным Новохудоносор означает набу хранимой границы. Набу это божество-покровитель мудрости. В самом верху отсылка к Евангелии от Марка 3 глава 11 строка и духи нечистые, когда видели его, падали перед ним и кричали «Ты сын божий». Нео подключается во второй раз, снова показывают цифры на мониторе Апока. Вот такие жесты рук использует Морфеус, когда они подключаются к Нео в симуляторе. Достаточно известный жест, который часто мелькает в медиа пространстве. Даже очень часто, я бы сказал. И вот здесь на этом слайде также очень затяжной кадр с Морфеусом. Я думаю, здесь в принципе все понятно. Достаточно известный жест. Все как обычно. Бафометы, религия, масоны и так далее. То есть вот зеленые рамки обведенные это Джордж Вашингтон, первый президент США, который, как есть мнение, был масоном самого высокого градуса. Ну, здесь интересный кадр. Очки Морфеуса не отображают окружение и в следующих кадрах вновь отражают. Может быть специально надели незеркальную модель, всяко может быть, но как вы видите отражение передает реальность сцены. Это просто чтобы вы помнили об очках Морфея, когда придет время. Значок на галстуке это так же как и его очки, такой как бы отражающий отзеркаливающий все круг. Кстати, также интересные аналогии можно провести с красной таблеткой, по типу как дьявол совратил Еву яблоком, хотя как о таковом яблоке не упоминается, есть просто обозначение плод с дерева, познание добра и зла, ну то есть Морфей по факту предложил то же самое Нео, а именно знание, а подтолкнуло его навстречу с ним Тринити, как-то так, так же как и Ева подтолкнула Адама к тому чтобы он съел плод. Про молнию как отсылку я уже упоминал, она так же сверкает тогда, когда Нео только видит Морфеуса, но это вы еще не знаете какой номер был у его двери, но об этом чуть позже. Здесь собственно говоря мы видим пирамидки крупным кадром, Deep Image переводится как, по-моему если не ошибаюсь, глубокое изображение, что-то вроде того. Ну тут чисто мои фантазии, смотрите как интересно, показывается мир как шар, но показывается шаром как бы через призму камеры, то есть это как бы не мир ведь показывается, а типа какой-то город, то есть эта камера дает такое изображение. В двух словах не факт, что то, что нам показывает имеет в действительности ту форму, которую она реально имеет. Небо заволоченное вечными тучами и темнотой. Это кстати не матричная фишка, есть более ранние отсылки к этому в других фильмах и рассказах тоже встречаются. Я к сожалению не могу вспомнить где точно это есть, но вспомните хотя бы крокодила, который солнце проглотило из стихотворения Чуйковского. Вот это по сути рассказ о том же самом. Точное название модели батарейки фирмы Duracell. Вообще актера игравшего Морсуса зовут Лоренс Фишберн на момент съемок ему еще нет сорока лет. Вот будете плохо питаться и мало находиться на воздухе получите такие же рубцы на лице. Но хотела сказать о другом относительно таблетки синие и красные. В преддверии храма Соломона встречает человека два столба именуемые Баас и Яхин изображаются которые иногда красным и синим цветом и ты проходишь между ними а между ними как бы находится гармония. Но это так условно моя очень грубая интерпретация. 10 полос на ковре и 18 мечей всего вы можете видеть на этом слайде. Это комната где Нео дерется с Морфеусом. Но вот в этом коротком кадре мы видим карты игральные. И вообще если мне память не изменяет больше карт не показывается нигде и никогда. Это может быть достаточно важной отсылкой. Но все предвами. То есть всего мы видим на столе 7 карт. Масти достаточно тяжело разглядеть. Но по-моему вот слева это сначала идет буби а потом по-моему черви. А вот в правой колонке не сильно понятно что находится. Подвеска Морфеуса. Может быть кто-то понимает что означают те или иные камни. Что это вообще за камень и почему он сделан именно в такой форме. Кресты на дверях. Но просто напомню что кино это не в последнюю очередь передача смыслов с помощью символов которые как вы понимаете не должны открыто как какая-то красная тряпка для быка показана зрителям а должны удачно вписываться в кадр при этом неся свой смысл. Просто для примера вот это внизу это картина из жмурок режиссера Балабанова где один из бандитов давая понять что на самом деле это за человек какой из него верующий и так далее. Опять время интересно что показано не только часы но и женщина смотрящая на них. Ну вот вы видите это самый крайний левый кадр блондинка тоже смотрит на часы и вот сзади желтым светом обведено 8.35 Ну и также люди идут стилизованы как бы как роботы которые идут на работу да есть даже надпись Питт Стрит Женщина в свадебном платье думаю многие из вас видели этот кадр но думаю практически никто не знает что это не единственная женщина с таким нарядом будет еще одна не совсем с таким но с отсылкой к невесте так скажем но это будет уже в третьей части разбора вот в этой сцене думаю многие из вас уже знают что задействовано много близнецов и опять мы видим воду стилизованную под матричный код женщины с одинаковыми пакетами интересно что крупным кадром он появляется только женщины красным вот это красные рамки слева и вообще интересно много ли людей заметило его на таком вот контрасте возможно опять же пакет стилизован под некий штрих код всего охотника 15 глаз ну собственно на слайде все написано Сайфер сразу переключает мониторы как только появляется Неву далее появляются вот эти изображения и он тут же их выключает агент называет Сайфера мистер Рейган Сайфер хочет стать богатым актером Смит принимает его предложение интересный момент 40 президентом США с 81 по 89 год был Рональд Рейган который в прошлом был актером его мы тоже увидим чуть позже вообще из данного разговора и самой концепции как бы получается что президенты это тоже своего рода актер для масс которую разыгрывают спектакль реальности внутри матрицы ну и считается что Сайфер это шифр но также это возможная отсылка к Люцифера ну и также вы видите что у него определенная есть символика сережка в ухе и так называемая подвеска на шее вот такой символ достаточно долго показывается на телефоне в итоге все семь человек стоят и прямо так долго смотрят именно на телефон изначально планировалось что свитч будет женщиной в матрице и мужчиной в реальном мире ну так вот говорят однако братья Вачовски решили что аудитория неправильно поймет эту задумку и изменили сценариев сделай свитч женщиной в обоих мирах вообще заметно даже по ее внешнему виду что хотели прямо как-то так максимально выделить и это не единственный кадр где она показывается вот именно так с одной открытой грудью она вообще по-моему практически во всех кадрах показана именно вот в таком виде буква М и автомобиль это линкольн континенталь 65 года и вот такой кадр бы ловится буквально на мгновение как впрочем и многие остальные когда сайфер бросает телефон в корзину перевод мне кстати подсказал зритель под прошлым видео уберите вашего римского смещенника то есть тут такой как бы явно религиозный контекст прослеживается из тех букв которые мы видим вот они приехали к гадалке и тут слепой человек который на самом деле только притворяется что он слепой ну и понеслась как говорится вот уже где напихано по полной программе надпись на стуле Сиа ради интереса перевел переводчики по итальянски означает как быть здесь точно так же всевозможные граффити которую вы только можете увидеть напротив дверей лифта явно изображение кошачьих глаз и буквы А всего в здании так понимаю 20 этажей а здесь мы видим 27 кнопок Ким это как считаются данные буквы именем работника по костюмам Ким Барретт слева не совсем понятно что нацарапано Далее еще несколько граффити надписей и так далее предполагаю что обведенная надпись в розовом это сокращение от английского stay by или stay back что переводится как оставайся тут или держись подальше ну и вероятно знак буби рядом с правой надписью где написано police hair ну то есть я так понимаю полиция здесь Далее кадры с лампами когда камера сзади и они выходят из лифта кажется что ламп 7 и ощущение что одна последняя лампа находится на стене а в следующей сцене их показывают лицом и мы видим что 7 ламп на потолке в общей службе получается 8 ламп видите та же последняя лампа явно на стене гадалка живет в комнате номер 960 ну собственно здесь мы видим зонт в углу часы там в следующих кадрах будет лучше видно время судя по стрелкам сейчас 530 но по моему все таки не 530 а 630 тут просто хотел сказать что интересно как галстук в виде некого матричного кода стягивает по сути горло морфеуса вот здесь мы видим 34 ложки но вероятно всего их 36 то есть мы видим по 11 на 2 верхних полках и 12 на нижней но я еще раз повторюсь это вероятно из-за фокуса камеры если очень приглядеться то на верхней полке также можно увидеть торчащую часть последней ложки специально выделил ее зеленым цветом а вот слева просто вспомнил что была у меня когда-то точно такая же рука с шаром которую вот я ввел голубым такая же фигурка была даже по размерам да это вообще странный кадр это единственный образ матери в фильме ну и помните как архитектор говорил правда он говорил про пифию но тем не менее знаете что интересно если приглядеться то действительно голова больше похожа на какую-то капусту чем на шапочку для младенцев и тут мы видим серьги луки у женщины надпись на книге чернокожая девочка играет без оппонента за черные фигуры судя по всему что одну белую пешку она уже съела ну и вообще как-то символично получается она может по сути творить все что захочется раз уж она играет одна также мы видим картину с цветками которые имеют 16 внешних и 7 внутренних лепестков тут расположил кадры с кубиками в хронологическом порядке если кто-то увидит какую-то связь пишите в комментариях по телевизору идет фильм Ночь Лепуса или Лепуса и кадры с гигантскими кроликами и вот вы видите как в одной из ложек отражается явно не Нео в этом кадре где он поднимает ее с пола ну и заскринял положение ложек так на всякий случай кстати Нео-то ложку не согнул парень же сказал что ложки нет если посмотрите резкий кадр как Нео говорит женщина что пифия ждет то увидите что ложка осталась на месте она как бы не вернулась а будто там и была то есть по факту Нео не гнул ложки он просто видел то что хотел увидеть ложки ведь не существует поэтому то чего не существует согнуть нельзя вот здесь пришлось сделать скрин немного с другого качества так как в ремастере были более замылены буквы в общем кто допрет или уже знает точно что обозначают если что-то обозначают вообще все эти буквы то пишите в комментах ну вот тут мы видим флерды лис познай себя по пову флерды лис тема спорная возможно это вовсе не этот символ возможно это как бы две птицы сделаны как в одно по типу как двухглавый орел условно говоря ну и вверху надпись познай себя флерды лис это как вы видите геральдическая лилия на календаре зачеркнуты крестами все числа месяца ну и получается если он актуален то сейчас 30 число какого-то месяца или первое число какого-то следующего месяца в слеме мы видим камни пифии желтый, красный, зеленый листья на столе также оранжевый, желтый и зеленый то есть в той же цветовой стилистике ну и в общем цветокор всей кухни по сути состоит из этих цветов именование пифия происходит от змея пифона кстати ну или питона по нашему заметьте она не просто так в начале сцены вдохнула запах печеней так как дельфийский оракул также пророчествовал после того как выдыхало одурманящие пары в греческой мифологии кстати дым поднимающийся из храма Аполлона был сигналом того что оракул открыт и скоро будет извергать пророчество она собственно так и изображается везде окруженная дымом поэтому же ее показывают постоянно сигаретой если мне не изменяет память пифи это имя верховной жрицы по-моему единственной женщине в этом храме кстати в Алисе в стране чудес вы также можете вспомнить такого же курящего персонажа гусеницу которая в некоторых сценах выступает бабочкой которая также является что-то вроде пророка в Алисе в стране чудес она также указала на свиток который именует оракул поэтому название вот пифи как оракул это совершенно не отсылает никаким компьютерным программам это просто предсказательница это ее грубо говоря такая роль как и в истории с Алисой вспомните агента Смита который говорил мы всегда вам рассказываем одну и ту же историю просто меняем имена и лица кстати еще есть такой интересный момент пифи как я уже сказал была жрицей в храме Аполлона а также есть еще одно интересное имя которое звучит как Аполлеон как вы понимаете у нас вообще с именами все на самом деле не так просто они везде могут звучать по-разному и той же этимологии однозначной Аполлона в сети нету то есть не пришли еще как-то люди к консенсусу оно состоит именно так и из тех букв по-еврейски он называется Аполлеон я имею ввиду Авадон это цитата из книги Откровения ну или Апокалипсиса Иоанна Богослова так вот этот самый Авадон это тоже самый Аполлеон это был ну грубо говоря тот самый дьявол Люцифер и так далее который был свергнут с неба и заточен в самую глубокую бездну в земле а если мы обратимся к Корану то мы узнаем что это был не просто ангел это был джин именно огня которого звали Иблис солнце огонь джин огня ну то есть по сути дела вот все примерно имеет одни и те же отсылки друг к другу собственно еще раз акцентирую внимание на камнях цепочки чтобы мы возможно понимали что все эти украшения на героях камни формы и так далее не просто так думаю едва ли это совпадение клеенка также на холодильнике полностью повторяет цвета красные желтые зеленые листья ну и фон клеенки тоже видите такого как бы матричного цвета ну и собственно помните что буквы тоже таких же цветов клеенка с листьями под тарелки и так далее ну вот мы видим уже время 6.41 8 внешних лучей и 8 внутренних лучей ну и справа так понимаю на каком-то деревянном диске если можно так сказать не совсем понятно что изображено вот я растянул несколько кадров может кто-то поймет ну что ж вот мы видим надпись заголовок на газете и статуэтку без головы надпись может ли этот человек это исправить что интересно там еще буква Т есть внизу то есть можно быть это можно прочитать как КЕНТ то есть что человек не может это исправить ну условно вот что-то примерно такое ну вот как и было сказано в начале 0034 номер машины надписи думаю не представляет собой особой важности но на всякий случай пусть будут в качестве небольшого отступления и напоминания тем кто не в курсе о том что все новое это хорошо забытая старая идентичная сцена из аниме призрак в доспехах опубликован он был в 89 году я имею ввиду манго и аниме вышло в 95 то есть тут можно видеть сцену погони за нео стрельба по арбузам которая была в матрице на рынке ну и так далее собственно цифры на мониторах номер на гарнитуре оператора вот здесь интересная фигура если я не ошибаюсь кто-то держит как будто свою голову в руках там где нео увидел дежавю теперь обратите внимание в этой комнате копы были мауса копам было кстати всего пять в ней же был морфеус когда нео привела к нему тринити те же кресла те же часы справа то есть видите все полностью все полностью повторяет это именно та же комната и вот здесь вы видите номер этой самой комнаты это вот эти копы которые врываются сейчас ворвутся в эту комнату и этого мауса по сути дела расстреляют номер этой комнаты 1313 вот такие вот дела еще раз хочу обратить ваше внимание на вот это здание 14 этажный дом и как вы понимаете 1313 а это 13 этаж и комната номер 13 всего в здании 14 этажей 1300 квартир в таком здании просто физически поместиться не смогут то есть вот такое место где живет тот самый морфеус кстати здание символично показывают как бы между двумя фонарями это вот про те же самые столбы есть какая-то к этому отсылка ну вот наша компания поднимается по лестнице когда за ними пришли копы скажите слушайте а это чья вот это чья это нога в зеленых шортах которая еще и как-то повернута к ним задом то есть видите колено повернуто от идущих по лестнице конечно это кто-то может быть из группы не знает что он там делал честно говоря не особо представляю в таком маленьком помещении еще и повернувшись к ним задом всякое конечно бывает но люди которые делали снимали монтаж не могли не заметили этого тем более особенно когда оператор держит камеру в своих руках ну и что интересно именно в зеленых шортах мы видим этого человека может это конечно юбка но по-моему нет по-моему это мужская нога в зеленых шортах вот такие дела напишите вообще в комментариях вы когда-нибудь замечали вот эту ногу причем кадр не сказать что очень короткий где-то длится секунды полторы две наверное и знаете что самое интересное прямо перед этим кадром то есть буквально следующий кадр до этого оператор говорит что это и показывается вот этот кадр и действительно что это ну в общем вот такие дела и камера знаете как будто нарочно в сцене передвигается в эту сторону ну далее мы видим узоры на лестнице в виде цветков помните которые были на стене у пифии только лепестков 8 а не 7 тоже очень достаточно темный кадр который встречается буквально по секундам по очертанию фигура человека светильник какая стилизованная это 8 этаж куда бежали от копов морфеус и компания именно она должна была я так понимаю первая встречать собственно фигурка должна была встречать первой того кто на этот этаж поднимался ну собственно опять циферки которые слегка поменялись ну вроде как обычный кадр но по сути можно сказать что это вот коп идет в сторону этой кроличьей норы ну и вообще чтобы в эту нору попасть участники должны были пройти этот так называемый масонский шахматный пол ну и спускались в нору по очередности морфей нео сайфер тринити свич и опок ну вот мы видим как агент вселяется в копы и позади фигурка ангела ну как ни странно вот эта ваза напротив входа не пострадала это вход в который маус палил из своих оружий ну собственно вот все в прямом смысле проваливаются в эту самую кроличью нору ну то есть у нее же нужно падать то есть медленно спускаться туда не получится это такой знаете можно сделать отсылку на некоторый такой приход от какого нибудь наркотика когда ты со временем просто проваливаешься в эффект от него ну здесь увеличил зеркальные очки и также узор в галстуке морфеуса вот здесь кстати ваза уже разбита всего за морфеусом кстати пришло 11 копов на этом кадре мы видим номер перевернутой и горящей полицейской машины номер улицы ливерпуль 169 183 далее номера ворот 28 и надпись на знаке одна дорога ну тут мы видим часы сайфера к сожалению время на них не видно это все граффи на сценах когда тринити идет с группой нео к телефону писать ничего не буду чтобы кадр не портачить если кто-то что-то увидит разберет то пишите ну а в общем вот интересный кадр обратите внимание специально оставил на момент где сайфер придаст команду вот морфиус знакомит нео с членами экипажа обратите внимание только сайфер и нео как бы в красных однотипных бордовых таких одеяниях нео стоит как бы в плаще полностью покрывающий тело сайфер в таком изрядно потрепанном и дырявом свитере с большой дырой четко на месте сердца и что интересно посмотрите как вот в этом кадре выглядит вот эта дыра она прям находится на месте сердца и стилизована она четко под сердце я даже не представляю как можно так ну грубо говоря порвать одежду то есть вполне очевидно что вот именно здесь в этом кадре это сердце прям как будто намеренно вырезанное что ли не знаю как это сделать то есть вот такие вот намеки о которых я вам говорил в самом начале время на часах к сожалению не совсем понятно но вроде как нижняя стрелка длиннее вообще интересно что вся эта сцена с предательством происходит в комнате старых телевизоров а свитч выключили собственно говоря как подобно телевизору ну и опять льющаяся вода вот это вот белое то что вы видите на календаре это как раз водопад и стекающая вода действительно кто-то ведь реально заморочился тут явно число 15 на календаре внизу ну и просто странный символ буквы алфавита например или просто так в красной рамке не знаю пусть будет может кто-то что-то напишет здесь мы видим цифру 3 на кассе и еще будет цифра 80 вверху ну понятно изображение доллара эмблема на ботинках сайфера она же будет на ботинках нео чуть дальше вероятно это именно перевернутая в то есть если смотреть на нее сверху вниз как бы смотрел на нее сайфер то он бы видел именно в букву в в круглешке интересно кстати что 3 здесь под номером 1 хотя вроде как Морфеус у них тут главный но это так к слову кстати помните Морфеус сказал что нео что они пробуждают разум только молодых людей а нео как бы исключение но вообще у них правило такое так как крепший ум уже не выдерживает перемен там ну и так далее так вот это по сути прямая отсылка к цитате из Евангелия кстати также Евангелие от Марка цитата которого как я уже вам показывал находилась на табличке на корабле звучит цитата так не вливает также вина молодого в мехи ветхие ветхие кожаные бурдуки называется мехи иначе прорываются мехи и вино вытекают и мехи пропадают но вино молодое ну то есть тут в контексте имеется ввиду новое знание вливают в новые мехи изберегаются и то и другое ну то есть грубо говоря новое новому старое старому типа того здесь мы видим вероятно надпись рыцарь та же цифра 80 80 долларов стрелочков и все тот же шахматный пол даже в магазинах с телевизорами опять же зеркальное здание как бы с семью отдельными секциями и на вертолете прилетело 6 военных и 1 агент ну собственно тоже число 7 если считать что это изображение римских цифр то мы получим число 1150 опять же они тут идут с двух сторон и получается если мы их сложим то получится 2300 инструменты агентов собственно вы сами все видите тут кстати тоже дырочки как у сайфера в пушке дырчатая стилистика кстати она будет вообще дальше сопровождать всю эту агентурскую схему так сказать ну вот она собственно опять дырочки согласитесь действительно прямо целая какая-то стилистика продуманная но опять же может быть специально все это сделано но как вы понимаете может да может и нет морфеус также символично так сидит с кругляшком ну точнее с двумя на голове надпись на шприце первое слово перевело с немецкого как заменимый или взаимозаменяемый ну вот я так понимаю к шприцу относятся второе к сожалению перевести не мог где-то но переводится так же шприц кстати на 10 кубов вкололи морфеусу вот вы видите кадр слева семь с половиной кубиков вот опять стул с дырочками который очень долго показывали в кадре прямо символы на клавиатуре тут особо не откомментируешь может быть это действительно сделано просто для стиля а может быть и не все сделано для стиля ботинки него когда он пришел за морфеусом может быть это лейбл одежды не знаю может у них один портной они в одном магазине закупались значок радиоактивной угрозы надпись к сожалению не разглядеть имя охранники Гарсия эмблеум на значке к сожалению также видно достаточно плохо ну и слева мы видим пульт управления имена охранников которые попали в кадр газета с названием городской охранник всего кстати охранников было 5 большой знак вопроса мы также видим как бы на последней странице если кто-то владеет английским может быть сможет перевести что там написано вот это интересный кадр то есть мы видим также светло-темную полоску символика встречающаяся не реже чем шахматный пол и мертвый охранник ну очень так сказать кричащий позе положение рук мы видим подобно тому что видели у морфиуса а согнутая нога подобно 12 карте таро которая называется весельник кстати если есть специалисты по этой теме пишите в комментариях может быть где-то еще увидели какие-то отсылки к этим картам еще имена охраны ну тут слайд тяжело разобрать если кто-то фамилию знает американские можете написать тоже в коммент но тут мы видим фамилию Ридман это последнее имя которое удалось разглядеть всего было 10 человек этажи из которых Нел отправился наверх всего в здании 82 этажа едут они в лифте под номером 4 и аварийную установку они нажали на 41 этаже ну собственно взрывчатое устройство которым взорвали лист и слева таймер стоит на 0.26 кстати что интересно в одной сцене они в прямом смысле падали в нору тут они точно так же стремительно поднимаются вверх вот здесь мы видим 6 солдат но еще один вертолетчик который у нас сидел в вертолете и так что можно сказать про фамилию вот этих солдат из всех из них видно было только 3 фамилии собственно Грин это ну достаточно распространенная фамилия Гуен но я даже не знаю как это комментировать это оказывается самая распространенная вьетнамская фамилия транскрипция китайской фамилии Юань что значит первоначальный или главный какой вот из этого товарища Гуен я даже не знаю это помните вот как раз к отсылке которая была под мостом у нас про игра про вьетнамскую войну наверное он такой же Гуен как вот этот последний Ким то есть условно хочу сказать что ну вряд ли эти имена выбраны случайно они все-таки какие-то странные кстати калашматка вот этого Гуена происходит постоянно на фоне вот этого зеленого не зеленого а радужного зонтика видите сверху то есть он постоянно не выпадает как бы вот эти два ну как кадра если можно сказать из этой сцены вот здесь вы видите аббревиатуру внутри треугольника на вертолете ELT собственно та же аббревиатура которая была на телевизоре в белой комнате она вообще имеет несколько обозначений ну именно как аббревиатура если смотреть в телекоммуникациях она означает расширенный беспроводной доступ ну по-моему есть еще компания которая так и называется AWA AWA если мы возьмем вот эти буквы как цифры то получим римские 2001 отражение от зеркал куда врезался самолет тринити думаю примерный перевод ну грубо говоря это традиционная семья но тут как бы подтекст такой идет видите и она потом уже как вы знаете взрывается так сказать в дальнейшем бальба бальба стрит ну здесь мы видим на стене патч и букву м ну как бы продвиженную стрелой а справа похоже на изображение человека с туловищем в виде круче туловища в виде креста такая черепушка в виде головы и двумя перекрещенными на костями внизу написано чистый вкус текилы надпись на стене означает спаси нас от нас самих или от драки создается знаете такое ощущение какой-то некой марионеточной составляющей странно согласитесь видеть такую надпись в сцене где неу будет сейчас месить агента агент будет месить его как бы как будто они выполняют определенную роль которую должны сыграть смотрите у смита даже ботинки в какую-то дырочку ну согласитесь вообще конечно подошва такая странная не встречал я раньше такой кому-то может показываться перебор с этой ссылкой возможно вы правы но согласитесь что-то в этом есть крайне правую надпись я разобрать не смог ну и так же видите вот эти аббревиатуры буквы и все остальное на стенах номер 3 столба и плакат с изображением солнца сол также слева видите продолжение которое выглядит как солнце тот же Аполлон кстати был Аполлон не только богом солнца но еще и богом как же правильно называлось условно что-то типа того кто сеет беспорядки хаос какой-то что-то вот в этом районе также помните третью часть матрицы где Нео увидел город машин в таком золотом свете здесь номер пистолета Нео в реальном мире существует кстати психическое заболевание которое называется синдром Капгра или бред Капгра при котором больной верит что кто-то из его окружения родственника или друга ну кого-то из его окружения заменил двойник ну это к тому что Смит может вселяться в тела любых персонажей тут достаточно много надписей и символов не буду их всех пытаться называть или разукрашивать рамками чтобы не смазать но это такой в максимально лучше освещенной кадре вот этой сцены выделил красным надпись Мэн Ауе и далее то ли ЕТО СЕЙТ ПАРИЖ то ли ВЕТО СЕЙТ ПАРИЖ возможно означает как одна из возможных переводов хватит пересыщать или перенаселять Париж также видим изображение числа Пи значок анархии тут же видно рядом с ним нарисована летящая вниз какая-то бомба кстати про число Пи также если помните упоминал мастер ключей когда говорил что дверь будет открыта 314 секунд 314 это приблизительное число Пи буква М по понятным причинам фигурирует достаточно часто во второй части фильма и прям уделили отдельную сцену помните когда с персифоной заходит большую комнату символичное око позади цифры под номером 3 напротив Нео слева от которого для Нео справа явное изображение креста со всей той же надписью если кто-то надпись разберет можете написать может быть все это как и в случае с костюмершей в лифте просто читаю имена фамилии еще одна надпись fast fast чего-то там то есть быстро что-то слева вверху еще надпись из следующего кадра кстати что интересно когда в драке Нео побеждает то драка смещается по левую сторону от цифры 3 а когда Смит то в правую это прям постоянно происходит даже поезд идет слева направо именно в эту сторону он и увез Смита когда он его оставил на путях а еще одни отсылочки ну вот про что я говорю Смита унесло в левую сторону от третьего столба на другие кстати вообще нет никаких цифр еще одна надпись и еще немного циферок это уже на мониторе оператора этот персонаж действительно заслуживает отдельного внимания Нео подбегает к этому мужчине мужчина сразу скажу с очень странным интересным черно-красным галстуком вы его увидите на следующем слайде также обратите внимание что свет светофора горят сзади красным люди вообще только в костюмах исключительно и это к тому что общая стилистика видите такая черно-красная ну надо сказать что плакатик прямо такие изобилы то ли просто ободрали то ли одну из двух на Ревус даже знаете как это честно говоря немножко походит в стиле той газеты где написано про римского священника я выдел более-менее основные моменты пытаясь не задеть все видимое так что как обычно если что-то вы увидите пишите единственное что можно ответить это именно девятка на ней сделан упор в прямом нижнем углу то есть видите найн и тут же справа шесть или девять ну пожалуй надо сказать что у парня самый крутой наверное галстук вообще из всей саги и такой явно не простецкий рисунок красный очень похож на такой лабиринт также лабиринт кстати был изображен и у психолога из четвертой части на стене напротив где сидел Нео ну в общем он как-то так очередное граффити номер автомобиля что интересно по рынку как только Нео туда забегает смотрите как резко одежда толпы сразу меняется с костюмов на разноцветную и что интересно здесь очень много людей в одежде в клеточку в кадре посередине явно сделан акцент на число 99 то есть вспомните мы в предыдущей сцене в принципе тоже видели как бы две девятки ну то есть вот это 9 и грубо говоря перевернутая девятка в стиле шестерки очень большой людей в клеточку несколько раз прям по два человека впритык друг другу они красным выделены штаны юбки блузку рубашки в основном все именно черно-белое сочетание чаще всего ну условно клетка на рынке просто изобилует а кстати также в рубашке в клеточку и психолог с четвертой части был опять мы видим намек на солнце граффити сан там было сон а тут сан вот это еще несколько плакатов на стене видите бангар альбом уже вышел и феб я понимаю феб это февраль еще пару слов о рынке ну в общем как вы видите такая полностью клетч это полосатая стилистика и еще относительно одежды людей то есть они вот смотрите действия происходят на рынке и они ну то есть люди как бы стилизованно как вот эти все разноцветные так сказать овощи и фрукты но только вот овощи и фрукты надо сказать нехило так постреляли агенты помните да перестрелка была с расквасиванием так сказать этих самых фруктов арбузов и так далее причем эти овощи вроде как были вообще ни при чем но по факту да ведь ну просто попали под раздачу ну такой знаете может быть нехилый намек после рынка нео бежит в здание от агентов первая дверь которую мы видим номер 3 он ее пробегает и забегает дверь 3C ну которая так нехило светится зеленым ну собственно вот у нас Рональд Рейган 33 губернатор штата Калифорния это какой-то не помню уже из какого кадра фильм в котором он играет вот такая фигурка изображающая мальчика в колпаке выглядывает из кресла внизу фигуру честно говоря не видно а колпак вообще-то всегда достаточно символично часто он присущ дураку вот так и говорится дурацкий колпак или кого-то околпачить а в следующем кадре мы уже опять видим колечатое полотенце ну дверь тут вот эта дверь из которой он выбегает после этой сцены ну как мне кажется явно показан крест он тут вполне очевиден ну и решил кадр с Морфеем тоже сюда пристряпать кто-то скажет что у Морфеуса не так все явно но помните никто же не будет так нарочито сувать кадры еще и стрелочкой показывать типа смотри вот тут крест 1313 нам тоже в принципе никто особо не показывал верно в общем вот такие незаконченные слова возможно все это в целом что-то значит кто-то в курсе пишите примерный перевод вы можете увидеть перед вами надолго не буду заострять внимание на этом кадре то есть можете поставить на паузу и посмотреть более внимательно надпись на плакате рекламу на коробке слева думаю нам не особо интересно играть грязно пить чисто еще немного плакатов и надпись на коробке головокружение ну и такой знаете вверху достаточно странный плакатик с двумя руками кстати головокружение а написано от руки видите то есть если слева это именно ну как бы такой механический шрифт как будто сделан в заводских условиях на самой коробке то вот именно головокружение написано от руки ну и так же видите надпись осторожный поиск дорожное кино уже скоро ну и так далее ну вот это прямо настоящий какой-то крестовый поход у охотника кстати 14 класс как уже было сказано ранее 14 щупалец цифра 3 рядом с кнопкой которая нажмет Морфеус в корабле на переднем плане здания в которое забегает Нео это тоже здание с которого все начиналось где к Тринити пришли копы это собственно отель сердце города и на нем мы видим цифру 4 то есть это именно этот дом имеет порядковый номер 4 однако также можно сказать что в кадре этих четверок 2 то есть это уже нумерологически как бы 44 это уже много конечно можно что какие догадки тут можно сделать а также хорошо различим черный прокат с римской цифрой 3 и надписью сейчас но это видеть вот чуть дальше он бордовый кстати плакат это тот плакат в сцене когда сайфер выбрасывал телефон помните где на заднем фоне была видна маленькая буква М кстати по поводу той сцены куда выбрасывал телефон сайфер вы знаете очень интересно выглядит состояние котировок компании Ноки ее максимальный взлет вы увидите что он пришелся именно на 99 и 2000 год после чего пошло какое-то просто невероятное падение и Ноки в прямом смысле оказалась в мусорной корзине помните дважды падал Ноки с большой высоты сначала он упал его уронил Нео а потом его уронил сайфер прямиком в мусорную корзину что интересно то если я правильно так понимаю общей стоимости компании капитализация себя правильно сейчас говорю подбираю слова компания самсунг вот эта которая все штампует абсолютно достигла только в 2016 году то есть спустя 16 лет и понимаете чисто логически если подумать даже если Нокиа со своим симбионом облажалась не один а непонятно сколько количество раз она бы чисто теоретически совершенно никак не могла просто взять и исчезнуть с рынка то есть такое ощущение как будто компанию просто намеренно слили знаете вот как советский союз условно говоря вот слили просто в ручном режиме так сказать но это так мысли вслух странный желтый ящик на лестнице непонятно что он тут делает ну точно так же опять вот эта зеленая дверь слева кстати будет такой же зеленый подоконник ребята постарались все хорошо выкрасили вот здесь я честно говоря немного не понял вот город у нас вроде как вымышленный кстати это в отличие да от четвертой части где там прямо видно что шевроны с надписью полиция соединенных штатов ну то есть ее отсылки к лос-анджелесу в виде моста ну и так далее и тому подобное так вот смотрите написано в рамке белой видите белая рамка там написано святые павлы именно святые получается пауля пауз видите ст пауз как бы как как святые но и как улица то есть стрит пауз так обозначается я нашел вот это место это собор святого павла в лондоне ну то есть к лондону кстати вообще в Британии очень много видите отсылок по фильму аэропорт вспомните да клуб рндр ну и так далее и вот на этой же улице находятся рынки это я к чему говорю что если вспомнить было одно место в библии где Иисус пришел в храм прогнал оттуда всех торгующих и миновщиков денег ну вот у нас Нео пробежал 306 305 комнату именно в таком порядке они были сначала 306 потом 305 и 303 в итоге всего 10 пуль Смит выпустил в Нео также этот кадр ну буквально на какой-то миллисекунду 0617 ну вот тут интересная вообще отсылка помните жила у нас Белоснежка были у нее 7 гномов получается тут у нас Белоснежка по имени Нео и попала она к 7 гномам на корабль на Вухудоносор хотя вроде как говорят что в сценарии этой сцены изначально не было быть не должно а еще говорят что все это сняли два брата которые потом стали сестрами хотя будем откровенны никто к ним ниже пояса не заглядывал и эти вот два брата в 96 году сняли какой-то там триллер-рок под названием связь а потом их внезапно осенило да и они сбацали вот такую напичканную всевозможными отсылками картину с кучей библейских пасхалок и так далее ну я конечно охотно верю в их не реальность но это так чтобы просто немножко разбавить атмосферу всего 12 пуль для КДН уже прозрел 12 пуль всего долетело до него от трех агентов ну все та же старая знакомая эмблема просто в хорошем качестве в одном магазине постоянно закупаются ну и так же вот время и дата показанная фильма в начале и в конце прошло 576 дней от начала до конца вот сопродюсер был Дан Карачиола Дэн Карачиола тоже был сопродюсером в фильме Теория Заговора ну и вспомним Адвокат Дьявола где так же снимался у нас мистер Андерсон вот у нас тоже один из исполнительных продюсеров который здесь так же является исполнительным продюсером был в фильме Адвокат Дьявола ну что ж вторая матрица сразу говорю здесь чувствуется что немножечко уже качество фильма как говорится не то видимо основная работа была проделана над первой частью кстати должна она была выйти в 2001 году к сожалению не помню какого числа но тут есть тоже интересная ссылка на 9.11 но поскольку 9.11 произошло то перенесли в общем все это дело на 2003 год ставки 2305 я тут не буду сильно много комментировать в принципе тут множество кадров и так будет видно и понятно вот опять же мы видим символику креста 23-24 на шкафчиках чуть дальше кстати будет виден номер тринити полностью номер мотоцикла это номера машин вот на одной написано рисковать или осмелиться 960 номер пифии просто в качестве пометки помните не оба ушла от морфеуса к локу да главнокомандующим а в этой сцене условно говорит о том что морфеус был хорош в постели вот со всеми этими заигрывающими глазками но это к тому что вспоминая все вот эти бесовские пляски вот это все танцы в самой глубокой бездне как бы это может быть странно не звучало помните как уходит вниз то опять же отсылает нас вот к этой теме из апокалипсиса где говорит что дьявола спрятали в глубокой бездне и положили над ним печать но это в общем к тому что отсылает нас это все к шабашу где-то глубоко в недрах планеты и морфеус еще произносит такую свою пламенную речь кстати говоря вот этот весь шабаш прям со всеми подробностями плясками и так далее показывали зрителю аж целых 4 минуты но как бы реально долго как мне кажется то есть это в прямом смысле показали условно говоря орги от крестовой тематики видите слева вот опять тоже крест стилизован он на всех вот этих дверях слева есть такой крест подвеска вот этой подружки оператора Новохудоносора крайнюю правую она ему дала хотя вообще интересно в морфеуса она не верит да говорит я не верю в морфеуса а в подвеске она верит такие знаете какие-то двойные стандарты прям пейнт которого вселился Смит режет руку не совсем понятно что это за ритуал такой для чего он все это делал потом у него вообще вся рука будет изрезана видим как кадр отошлет нас ну число 11 если можно так сказать здесь время разное на всех часах на изображении стилизованного я так понимаю по тайной вечерю я кстати насчитал только 11 апостолов напомню что должно быть 12 может быть просчитался кто-то кому интересно можете на паузу нажать попробую посчитать самостоятельно кто в роликах соображает можете написать что это за вывеска означает если она что-то означает вот такое изображение чуть выше на замке где дверь открывает серав надпись 1300 еще несколько граффити надпись север дважды кстати надпись внизу перевел как ловит и ловить или ловят может быть видите да надпись на телефонной будке тоже стилизованно в стиле креста еще несколько граффити еще раз надпись 1300 надпись оружие ну как вы видите от мосферсу пифиус и неу вообще никого выбора не предоставляет а другой предоставляет хочешь ешь хочешь не ешь ну вот мы видим крест со стороны агента смита надпись справа допинг доп посередине честно говоря не совсем понял что это за буквы еще граффити и снова вот вы видите по центру опять число 1300 это уже на другой стене ну и надписи следующего кадра в большой рамке тоже вставил еще несколько записей снизу кстати вы видите написано one one два раза интересно что с левыми видим значок не драться помните в первой части где было спасите нас от драки тут опять они дерутся и написано не драться странная да такая отсылочка и тут мы видим опять опять мы видим 1300 ну и явно мне кажется не просто так так часто его написали там же еще видно рок втс я уже не стал в рамках обводить в принципе они читаем рок втс то есть очень много тут аббревиатур ну и надпись на которой написано димен мельком можем разглядеть вот такой кадр это если я не ошибаюсь второй выпуск комикса шальные пули кстати 7 лепестков на обложке фильма как те цветки на стене у пифии это я так понимаю то ли мама стоит за ним то ли кто ну по самому комиксу имею ввиду 12 советников зиона и все так тоже по разному одеты как будто 12 каких-то раз или возможно как отсылка к 12 коленам сынов израилевых кстати интересно что в зионе вроде одеты все были более-менее прилично помните почему главные герои шляются в какой-то вечной вольной одежде мне честно говоря не очень понятно символ на одежде одного из советников ну и вот это крайне интересный кадр время когда нео и компания пришли впервые к мировингену 12 часов но интереснее всего то как отображаются на часах эти число 12 как два столбца две единицы две одинаковые отметки то есть если их поставить рядом то скорее это будет больше похоже на двойку или 11 но не на 12 снизу как вы видите снизу справа нигде вообще никаких отметок нет как вы помните мировинген живет на самом верхнем этаже номер 101 идентично номеру комнаты в которой жил нео встречает героев круг ну такой круг с 12 углами если можно так сказать это называется эрцгамма 12 угольная звезда обратите внимание что показывают в кадре на самом деле именно ее а не героев значок на кольце мировингена кстати забыл упомянуть что помимо всей атрибутики морфеуса у него есть еще и плащ в такой крокодилье или стилистике как бы из змеиной кожи ну и вспомните опять же как там дьявола называют большой красный дракон кстати не оба подружка его бывшая жена да в такой же стилистике была у него одежда такая же стилистика только красная вот также называется змеем искусителем о чем я уже ранее говорил помните что по сюжету по сути морфеус сначала тринити заболтал а потом уже она заболтала нео в общем вот как-то так мы видим такую подвеску на женщине а вот это кольцо крупным планом покажу кстати не один раз кольцо мировингена тоже кстати достаточно долго в кадре миликало как будто он специально его показывал первый кадр после того как персифона повела всю нашу троицу к мастеру ключей шахматное полотенце и полотенце в бело-черную полоску пока они проходили мелькнуло восемь поваров за всю сцену но вот этого типа в черном там явно не было опять может быть видать монтажер что-то налажал хотя странно правда смотрите он одет прям как нео еще и без колпака что интересно книга за которую потянула персифона обменена зеленым артур шопенгауэр мир как воля и представление ну это я так понимаю совершенно явная отсылка к стилизации на картину второго пришествия христа и страшный суд ну и все та же как раз буква м в самом центре как бы как будто заменяющая собою главного героя оригинальной картины это не первый кадр где в его очках отражается какая-то дичь и ощущение что он стоит вообще с другой стороны по отражению и мужчина вот этот явно на мировингена не похож сцена вообще ощущается как будто несколько не той в общем сами можете разглядеть а вот здесь сейчас будет такие несколько замороченные кадры в общем я вам советую посмотреть это в динамике наверное приделаю сюда склейку видео так как к сожалению в кадрах не очень все понятно в общем смотрите вот морфей пришел на сходку капитанов в кадре первым вы видите отражение в его очках все вроде соответствует сцене они оба смотрят на него у него отображается все это в очках вот этот стол там еще вот слева у него в очках тоже женщина отображается она тоже в кадре присутствует вот и даже самым лево видно ее голое плечо так сказать вот дальше начинает происходить вообще какая-то непонятная дичь смотрите вот нам начинают показывать очки крупным кадрам показывают их достаточно долго можете сами посмотреть на эту сцену но и это совершенно не похоже на какой-то ляп слишком долго снимали и прям явно на этом отражении делали акцент намеренно крупными кадрами что там отражается какой-то то ли гроб то ли стол на котором что-то лежит видимо какое-то тело на котором лежит какая-то грубо говоря плащаница или что-то такое плащ ткань не знаю как это правильно назвать и фигура человека которая тянет свою руку к этому ну не знаю ящику или что это такое в общем вот как так посмотрите внимательно вы увидите что эта сцена вообще никоим образом совершенно никак не относится к тому что происходит в отражениях очков морфеуса это кстати будет еще один интересный кадр с еще одним очень интересным отражением мир видимо 6 слуг в данной сцене кольцо вот это видите мы уже встречали вот оно кольцо у человека который самый крайний к нам стоит а вот этот в рамке лицо это тот который руку на тринде положил у одного из них вот видите у самого крайнего дальнего изображена змея татуировка в виде змеи на голове тоже еще одна из шестерок мира вингена со всей так сказать атрибутикой вот еще опять же мы видим у него змею на ведь пасть раздвинула змею это бляха на его ремне и треугольник на лбу номера машин на парковке также номер машины агента Смита из начала фильма когда он только приехал навстречу капитанов это отсылка к книгу книги пророки Исаии 54 глава стих 16 там сказано вот я сотворил кузнеца который разливает угли в огне и производит орудие для своего дела и я творю губителя для истребления ну и как я думаю многие из вас знают Смит переводится как кузнец еще раз кольцо на руке одного из братьев близнецов подобное тому что мы уже видели ранее номер машины тринити на которыми с мастером ключей едут это отсылки ко снам еще будут кстати в том сне про которую идет отсылка это книга пророка Даниила сон снился мне тревожился дух мой желаю знать этот сон так вот в том сне говорилось об огромном и страшном истукане которого видел царь истукан этот изображал ну изображал собой царство сейчас будет много номеров их тут действительно очень много потом их будет еще больше я уже просто не стал их сюда оставлять не увидел особо большого смысла в этом 251 слайд это номер машины близнецов явная отсылка опять же к стиху из ветхого завета второзаконие глава 28 стих 52 и будет теснить тебя во всех жилищах твоих доколе во всей земле твои не разрушит высоких и крепких стен твоих на которые ты надеешься и будет теснить тебя во всех жилищах твоих во всей земле твоей которую господь бог твой дал тебе кстати не вставил сюда кадр он очень буквально тоже одно мгновение было видимо что-то при сохранении слайда наложилось в общем на одном на кольце одного из брата ну из брата близнецов будут два скрещенных меча грубо говоря пять номера ну и теперь пожалуй самая жирная отсылка которая только есть в принципе во второй части вот смотрите что это за место это место где взорвалась собственно говоря машина братьев близнецов то есть морфеус сначала поразил как бы мечом но чего в принципе она не взорвалась а потом ее просто расстрелял показывают кадр это происходит на мосту четко под двумя колоннами ну которые просто я не знаю только слепой наверное не сможет здесь увидеть и разглядеть или понять намек именно на башне близнецы именно там произошел взрыв ну то есть я думаю тут как говорится комментарии излишни ну в общем опять немного номеров время крупным кадром может быть это имеется как отсылка к истории или может быть вот эта крайняя замазанная буква это не Y а буква А то есть если перевернуть получится Тора ну в общем возможно вот так вот 258 кто это опять отражается в очках морфеуса не совсем понятно это когда они беседовали с мастером ключей компании ну опять мы время вот мы видим обратный отчет вот у нас сейчас тоже пойдут еще одно интересное отображение Смит смотрит в коридор должен видеть троицу нашу но он ее тут не видит видите пустой коридор но это ладно вот надпись на мотоцикле Тринити ангел господень оболчается вокруг боящихся его и избавляет их эмблема городской службы энергии похоже на явно на глаз или убывающую луну отражение вот интересно еще раз отражение на глазах Мита заметьте в оригинальном кадре очки показаны достаточно крупно то есть вот слева это оригинальный кадр который видно в очках и вот кадр который идет дальше следующим кадром я сейчас еще увеличу напомню в оригинале он видит Морфеуса Ключника и Нео и вот смотрите слева отражение в очках Смита я вижу какую-то женщину с длинными волосами в очках и зеркальным шаром в руках может быть не женщина может мужчина который был отражался у Морфеуса в очках но здесь этого персонажа явно быть просто не должно вообще здесь сцены такое нет что здесь делает этот человек тоже такой зеркальный шар знаете атрибут гадалок так сказать ну и справа вы видите вот такие плакатики явно тут видно красная звезда это по-моему чуть далее такая знаете как стилизация по треугольник где видите справа звезды губы идет две ну как называть две лампы в виде свечей тоже обозначающие как бы ну все в той же стилистике 11 и что интересно если вы посмотрите самый-самый-самый правое изображение рядом с лампами вот так изображается в христианстве рыба видите вот раз-два-три вот это три рыбы рядом со свечками номер оператора чуть-чуть изменился вот это такой еще один как мне кажется нехилый намек на 9.11 но вот это тринити сидит перед монитором когда хочет не помню что уже должна сделать то ли что-то обесточить то ли еще что-то но в общем вот видите что у нас написано сектор 11 вот 21 видите 21.48 если из 48 вычесть 21 то собственно говоря получится 27 2 плюс 7 9 9 11 ну собственно вот ну и она нажимает естественно да кстати вот этот первый кадр через который архитектор смотрит как бы в космос а в центре вот эта точка в центре куда он указывает это земля что все это типа матрица но вспомните матрица ведь была только на земле ну то есть возможно это как отсылка к тому как мы представляем космос он тоже не совсем ведь в рамках архитектора они создавали матрицу только на земле причем если остальной космос не совсем понятно вот мы видим септограмма взрыв Новохудоносор где Морфеус произносит фразу опять же отсылающая нас к Библии когда он говорит увидел я сон этот сон ускользнул от меня отсылка к пророку книге пророка Даниила во второй год царствования Новохудоносора снились Новохудоносору сны и возмутился дух его и сон удалился от него татуировка одного из членов команды это просто как небольшая отсылка это драка нео с агентами но я их всего насчитал здесь 183 вот такой символ нас встречает с самого начала третьей матрицы то есть вы можете здесь увидеть вот этот символ и чуть далее увидеть три креста 275 слайд переставляем буквы получаем название лимб то есть это звучит как рубеж край или предел этот термин использовавшийся в средневековом католическом богословии обозначающий состояние или место пребывания не попавших в рай душ и не являющимся адом или чистилищем согласно представлению о лимбе в нем предъявляют души тех кто не заслужил ада и вечных мук но и по независим от него причинам в рай попасть не может 0 1 0 1 тут знак явно похожий на змею время на часах переводчика время на часах отца сати интересно что мировинген говорит вы прошли сквозь ад или через ад ради беседы со мной учитывая что ну для того чтобы им подняться к нему они собственно и прошли через ад потому что так назывался клуб узор подвески персифоны и вот этот значок мировингена вот это крайне странный персонаж для такого места смотрите что здесь делает девушка явно в костюме не соответствующего дресс-коду так сказать общей тусовки то есть она находится в белом у нее конечно там то есть у нее платье короткое ниже этого у нее идут шелки но все равно она полностью не подходит по стилистике вообще смотрите длинные белые волосы с венком на голове и держит красное яблоко в руке очень тоже достаточно быстрый кадр на который внимания из-за фокуса просто не обращаешь а справа это кадр из мультфильма я домашний козел 2 где такая же белая девушка с белыми лосами в белом платье ну она много где фигурирует но в данном случае она сидит с красным яблоком на так называемом все том же шахматном полу и чуть выше ее вы видите нарисован как раз таки кролик вот этот стол вообще выглядит достаточно странно похоже как будто на какую-то карту местности или карту вообще чего-то но очень какой-то странный стол как мне кажется что интересно что в третьей части фильма у Нео появился галстук и вот точно такой же прибамбас обратите внимание как был у архитектора когда он его встретил до этого у него такого не было вот это еще интересная тема сцена это в общем-то дежавю для зрителя вот Нео едет с Морфеусом вот это видите слева это первая часть матрицы справа третья сцена абсолютно полностью повторяется то есть там люди одежда все полностью повторяются я просто ставил две машины вот эти одинаковые чтобы вам было понятно то есть в первой части они ехали к гадалке к пророчице к каракулу к пифе и вот в третьей части то же самое они сейчас поедут к ней дежавю женщина в красном мы видим буковки немного изменились на холодильнике относительно первой части далее следующий слайд заходят серав и буковки опять поменялись то есть буквально в следующем кадре они изменились это знак анархия на сцене появления Смита когда серав и сати убегали от него Смит входит к каракулу и снова изменились положения букв на холодильнике вот это кадр где Смит смотрит на пифию но она еще в агента не превратилась но в очках она уже отражается как агент надпись на ноже Бэйна ну не знаю может быть кому-то что-то о чем-то скажет тут конечно не кинофейлы но вот это верх мысли как мне кажется создавать воронительные машины где оператор полностью открытый даже элементарного шлеба и костюма нет татуировка на правой руке подружки Дозера весь фильм вот ее упорно не показывали именно вот эту часть не самый крайний левый слайд это на левой руке а вот это где три квадрата это на правой вот это наконец-то место где показали все-таки крупным планом ее руку не очень честно говоря понятно что это может стилиализовать тут очень много может быть отсылок может быть розы и все что хочешь и какие-нибудь змеи и так далее и тому подобное вот это возможно из этой же серии такая отсылочка к луне но здесь думаю аналогия очевидна хотя насколько я понимаю на долларовой бумажке глаз как бы ну вообще по стилистике глаз как бы закрывает собой солнце вот опять же аналогия со змеями вполне очевидна кабели показаны именно в этой стилистике именно как змеи а подключенный в голову прямо показан как змея выпускающая свое жало в этом кадре не буду уверенно говорить что изображено ну вот там на красном фоне здесь явно паутина я не знаю что трескаются или так стены в реальности но паутина глаз там не знаю ну это что явно на паутину похоже вот здесь смит смотрит на смита в сцене когда он поглотил нео не знаю уж кто на протяжении всего этого там отражается но вот смотрите ну как-то вот эта фигура по-моему явно на смита не похожа ну собственно так думаю комментарии излишне змеи кстати успешно превратились в крылья так сказать ну вот здесь барышня прям форса длинными кадрами с этими наколками но что интересно после финальной битве нео у нее появился на левой руке еще и кровавая рана явно так же в стиле креста условно нео как аналогия с иисусом окончил свою миссию был распят и тут мы видим такой кровавый крест здесь надпись на табличке в память о Томасе Андерсоне ну и совсем забыл про сережку пифи в виде символа инь-янь вот такая в конце интересная млема компания что ж сейчас будет крайне субъективная и максимально не подкрепленная никакими вообще фактами часть видео так как настало время некоторых выводов в общем по серии матрицы и основаны они будут отчасти на одном очень как мне кажется важном высказывании Смита из четвертой части серии но прежде чем мы к ним перейдем я выскажу одно предположение относительно того почему четвертая часть матрицы так не понравилась многим почему первая это шедевр а вторая и третья уже значительно проседают это касается в общем не только франшизы матрица но и какого-нибудь терминатора скажем и всего в этом духе что имело невероятное по своему качеству начало и потом как-то сдулось я называю это эффектом некрасивой подружки так как у меня есть ничем не подкрепленные мысли конечно что продолжение специально зачастую снимают откровенно плохие для того чтобы все внимание в любом случае оставалось на той части которой это необходимо вот прикиньте ведь даже если исходить из логики что все делается и снимается ради денег то ведь намного легче снять адекватное продолжение понятное аудитории и заработать на этом намного больше чем снимая откровенный бред ведь в действительности этих логических продолжений может быть просто куча просто прикиньте сколько существует в сети продуманных и качественных логически выверенных фанатских теорий по тем или иным фильмам и тут ведь даже думать над сценарием как минимум над его основной частью совершенно не надо бери да делай особенно имея большой штат сотрудников количество времени которое прошло между частями что дает тебе большие ресурсы в этом плане на подготовку и так далее но мы имеем что имеем и получается овцы сытые и волки целы чувствуется что зрители хотят продолжения но надо сохранить так сказать первенство внимания за уже снятыми шедеврами пожалуйста просто снимаешь дичь и все почему не сделал по четвертой части отсылок подобной трилогии по ты причине что как я и говорил в начале ролика сейчас так называемые пасхалки это некий мейнстрим синематография да в четвертой части они есть есть отсылки к Алисе есть кадры явно указывающие и показывающие цифры вроде этой пряди волос в виде восьмерки или этого отражающего кольца которая также отражает сдает эту цифру или вот эти два шара которые лежат на полке у психолога есть и драка Нео с агентом в туалете подобные драки Морфеуса и Смита из первой части со все тем же шахматным полом и так далее но как я и сказал ранее все эти отсылки они как бы уже иного качества что ли как и сам фильм это уже просто так называемый круговорот потому что история она по факту одна и показывают нам по сути всегда одно отсюда же и вытекают из фильма в фильм по большей части одни и те же отсылки к Алисе белому кролике нереальности реальности некому явлению которое в какой-то момент нависло над землей где-то оно обозначено как небосвод где-то как черные тучи и так далее Матрицы Гарри Поттеры 13 этажи Алиса Властелин колец Темный город которого даже декорации были использованы при съемках Матрицы религиозные отсылки и прочее все это одна история об этом по сути и сказал новоиспеченный Смит из четвертой части Поэтому и выделять отсылки вроде бинарности отраженной у Нео на мониторе или вывеску в кафе которая символизирует вроде как чашку но явно стилизована под так называемый семисвечник как и масонские полы или нарочитое название кафе Андерс где подсвечены в момент буквы из которых можно сложить слово Нео все это просто не имеет смысла эти отсылки сделаны уже как подражание предыдущим сериям конечно я могу ошибаться и кто-то где-то увидит и в четвертой части что-то интересное да есть один меняющий все вышесказанный момент верная интерпретация верная значит понимающая суть всего того что суть имеет и отделение этого от всего того что не имеет этой сути можно конечно сделать множество теорий которые будут казаться вполне логичными и обоснованными но чтобы правильно интерпретировать ту или иную информацию нужно понимать ее язык знать азбуку на которой она была написана обращать внимание на то что следует обращать внимание и не обращать на то что не следует однако каждый человек воспринимает информацию согласно своим знаниям мировоззрением и чувствам поэтому позвольте высказать свое бесспорно ничем не обоснованное субъективное мнение которое является не более чем моей фантазией и вероятного полного непонимания тех вещей о которых я сейчас скажу так что же такое матрица матрица это иллюзия в фильме она имеет явное проявление пространства если хотите но в действительности ведь матрица это не более чем информация в голове вот машины сделали мир людям в капсулах может быть в нашем мире есть те кто тоже натягивают ширму иллюзорности непроверенной информации на глаза информацию создающая человеку восприятие целого мира в котором он находится а следовательно и самоиндентификации ведь согласитесь если задать себе прямые вопросы об очень многих вещах и событиях экономических политических исторических и так далее и спросить себя а я думаю что есть так как есть потому что я сам лично это знаю или потому что мне так сказали а если мне так сказали то те доказательства которыми они оперируют действительно ли являются доказательствами как по типу теории эволюции Дарвина это вроде лишь теория но она занимает какую-то основную чуть ли не официальную позицию хотя прямого подтверждения ей все еще нет или динозавры никто вроде как не сомневается что они были но ведь если чутка поразмыслить то возникает вполне логичный вопрос вы себе вообще как представляете кость пролежавшую десятки миллионов лет окаменело да интересный вообще процесс но даже если это так что же это за камень такой пролежавший десятки миллионов лет и за это время не деформировавшийся вы осознаете и сопоставляете себе вообще число и информацию о том что на поверхности земли лежала какая-то кость а где-то даже целый скелет который смог сохраниться до наших дней или к примеру мне в какой-то момент стало интересно как это саблезубый тигр мог так широко открыть пасть чтобы укусить свою жертву своими огромными зубищами у него она что на 180 градусов распахивалась как-то не очень удобно вам не кажется или почему празднуют день космонавтики я так ни разу не видел ни одной фото или видеосъемки с корабля Гагарина или той же белки и стрелки хотя в то время всяких там съемочных аппаратов была просто тьма тьмущая и как бы я ничего против лиц героев не имею но мне хотелось бы увидеть то ради чего все это делалось а не улыбающееся лицо в скафандре но такой информации в сети нет также в моей голове совершенно не может уложиться понимание того как два самолета могли повредить три здания даже мое далеко несовершенное знание математики никак не может сложить один плюс один и получить три и вот задавая себе такие вопросы совершенно из разных тем ты начинаешь приходить достаточно интересным выводом придумай прошлое настоящее и окружающее и все модель реальности мира воссоздана разум воспринял информацию но так ли это если это не так то какова причина этого если у этой причины есть конкретные лица то для чего нужна вся эта темница разума а ответ как бы напрашивается сам собой чтобы скрыть правду по причине того что правда как свет разгоняет тьму невежества и незнания а значит и тех кто с помощью этого балагана реально руководит всеми этими процессами и возможно скрывает от человека прежде всего правду о том кто он такой есть однако размышляя подобным образом ты видишь лишь одну сторону медали где построение твоих причин наследственных связей непременно определит тебя в позицию жертвы но что если попробовать отзеркалить эти выводы на себя и попытаться обнаружить обратную сторону луны так сказать может быть найдя правильные аналогии и проведя верные параллели это поможет как минимум приблизиться к более реальным ответом к примеру людям думаю всем без исключения неприятно ощущать себя батарейкой в системе неприятно осознавать что тебя используют и по факту ты как бы являешься просто кормом люди считают это несправедливым несправедливо что машины к примеру захватили власть и давай делать все что хотят с нами но если вы сравните отношения совершенно обычных людей тех же батареек системы скажем к животным то увидите что современное человечество ничем не лучше а иной раз и хуже машин показанных в матрице или иных поработителей свободы воли выбора и так далее современного человека не беспокоят то что он может безнаказанно пожрать превращать в одежду или средства обихода обивку для сидений машины или просто в качестве развлечения а порой просто издеватель без каких-либо причин тех кто по сути просто его слабее и менее интеллектуален большая часть человечества вдруг решила или ей вдруг так решили что так было всегда и что так надо и правильно оправдывая это любыми предлогами разной степени значимости и по сути получается что когда ты имея власть распоряжаешься кем-то по своему произволу это нормально а когда кто-то распоряжается уже твоей жизнью ненормально но если ты принимаешь правила игры то нужно понимать что они действуют в обе стороны раб не хочет быть свободным он лишь хочет иметь собственных рабов и уж кто как не лишенный какого бы то ни было выбора обед на твоем столе является в действительности рабом намного большим чем кто-либо еще и все это нужно принять как данность в случае такого мировоззрения что можешь ты рано или поздно смогут и тебя и уж если ты действительно хочешь разорвать это колесо так называемый порочный круг то нужно вначале кардинально переосмыслить происходящее вокруг правила игры по которым ты играешь и роль которую ты хочешь занимать по отношению к другим как и других по отношению к себе ведь согласитесь вполне логично что если уж и есть реальная а не иллюзорная вечно призрачная возможность порвать этот круг порвать не на какой-то отрезок времени а на долгосрочную перспективу то начать надо с того места где ты имеешь власть над кем-то потому что там где ты ее не имеешь тебе и разорвать ее не удастся и уж тем более находиться в ожидании кого бы то ни было чтобы он сделал из тебя выбор и под белой ручки припроводил тебя прямиком в райские кущи но я повторюсь еще раз все ранее сказанное в этом ролике все его домыслы выводы теории и прочее является лишь ничем не подкрепленным бредом моей фантазии а вот случай который со мной произошел когда я делал это видео вот это фотографии того что случилось с моим телефоном внезапно когда я работал над первой частью это конечно фотографии не конкретно моего телефона так как как бы я их смог сделать но в какой-то момент на нем в прямом смысле появилась подобная вот эта такая зеленая штука во весь экран я честно говоря сам подофигел когда первый раз увидел и это учитывая то что до этого момента он уже вот как три или четыре года работал совершенно без каких-либо проблем а подобного глюка вообще никогда ранее не происходило я понимаю может шлейф чуть отошел или еще какое-то логичное объяснение но сам факт что это произошло не когда-либо а именно в этот период согласитесь интересное совпадение что ж я надеюсь вам понравился этот ролик если да то пишите какие бы фильмы хотели увидеть в подобном формате и что может быть изменить или дополнить в следующих выпусках в любом случае жду от вас обратную связь и как всегда выражаю отдельную благодарность меценатам канала спасибо большое за вашу помощь для тех кто хочет поддержать мое творчество ссылки на патреон и прочее как всегда в описании благодарю вас за просмотр и надеюсь до новых встреч всем удачи Субтитры сделал DimaTorzok